Ну где вы видите признаки шатания режима Путина? Да я бы счастлив был видеть их вместе с вами. Ну покажите, ну неужели это конференция имени Эрнста? Это вот и все? Ну, во-первых, вы мне приписали то, чего я никогда не говорил. Значит, я не говорил о том, что признаки шатания, это вот то, что Путин вышел и врет. Он врал с самого начала, Путин вообще врал всегда, начиная, видимо, с рождения. Но, по крайней мере, то, что мы видели все годы путинской власти, он всегда врал. И это никак не приводило к... Путинская власть, она держится на вранье. Более того, она держится на вранье в значительно большей степени, чем держалась на вранье советская власть. Потому что советская власть, она была построена... Солженицын очень правильно говорил, что ложь прикрывает насилие. То есть насилие база, фундамент было насилия. Сталинский режим, он держался на насилии. Оно было базой, и оно было тотальным. Репрессии были массовыми. А ложь, да, она прикрывала насилие. А в путинский режим насилия, в общем-то, не так... Массовых репрессий-то нет и не было. Сейчас они начинают все более массовое. Массового насилия нет. А ложь тотальна. Причем на порядок более изощренно, изобретательно и гораздо более эффективно, чем в сталинском режиме. Ну просто, ну действительно, такой системы дебилизации населения не было ни у Гитлера, ни у Сталина. Это вот действительно, ну пожалуй, единственное такое эффективное оружие, которое создал Путин. Вот эта вот медиаконструкция, которую он создал. Ну не он лично, там ему помогали, но по крайней мере это при нем создалось. Так что здесь вы мне зря приписываете, что да, ложь это как раз способ, способ Путина управлять государством. Совершенно другое я говорил. То, чего вы не услышали. То, что, в общем-то, Путину очень многие перестали верить. И это, и доказательство этого у меня есть. Заказательством этого стало то, что вы наверняка знаете о том, как резко упал рейтинг основных пропагандистских каналов. Вот все эти Соловьевы, Киселевы, Скобеевы, они занимали первые строчки рейтинга, а сейчас они откатились далеко в конец третьего десятка. И оттуда, из этого подвала, что-то продолжают орать. Значит, раз, это показатель, вранью перестали верить. Царь все больше и больше становится ненастоящим. Это когда же, в какой же ситуации? Вы вообще Затулина лично знаете, Константин Федорович? Константин Затулина. Ну, я его видел пару раз в жизни, но так, из ДСНО. Но он КГБшник насквозь, что там его знаете? Нет, ну я хорошо просто лично с ним знаком. Он пытался, так сказать, поучаствовать вместе с нами в выборах 93-го года. Значит, это человек, который очень, это очень неглупый человек. У меня его дочка училась. Я все, я хорошо представляю себе, что это такое. Это человек, который очень хорошо, он очень живучий, он хорошо чувствует власть. Хорошо ее чувствует. Он знает, где власть. И когда Затулин в открытую, совершенно открыто, с открытым забралом начинает говорить. И что это у нас там такое с этой самой спецоперацией? Это какие же цели мы достигли? Это кто же это все устроил? Вам портрет внести? Это говорится публично на громадной конференции под телекамеры. Вы понимаете, что такое происходит? Вам портрет внести? Происходит ровно то, что я вам говорю. Заговор ФСБ против Путина. Вы сейчас подтвердили мой тезис, что пригожен ФСБшники и принкнувший к ним старый КГБшник Затулин. Все вместе они уже понимают, что царя пора выкидывать нафиг на помойку. И тогда они сохранят власть. Вы как-то определитесь. Либо власть шатается, либо, значит, если вы утверждаете, что это заговор КГБ, чего, конечно, я не вижу никак. Я не могу сквозь стены видеть, значит, чей это заговор, откуда это заговор. Значит, на самом деле, я думаю, что есть гораздо более простое объяснение. Просто есть действительно ситуация на фронте, когда, в общем-то, понимают люди. Вы говорите, где Путин не контролирует власть. Сильно он в Белгороде контролирует ситуацию в стране. Когда губернатор не может уже на половину территории Белгородской области вступить. Много он там контролирует? Что он там может сделать? Эти ребята, там их всего, я не знаю, так сказать, две с половиной роты. Они кошмарят всю администрацию Белгородской области. И те носа не могут высунуть. Это Путин контролирует ситуацию в регионах? Он не контролирует ее, понимаете? Значит, на самом деле, вот на сегодняшний момент, какой заговор, зачем заговор ФСБ? Когда реально мы видим реальную ситуацию, когда уже по федеральным телеканалам тщательно отобранные люди. Там Боря Надеждин, который всегда, так сказать, был очень осторожным, аккуратным. Открыто говорит, что, так сказать, для того, чтобы в России что-то изменилось, нам нужен другой президент. Это когда же Борис Борис Надеждин, которого мы все прекрасно знаем и, что называется, любим за его невероятную гибкость позвоночника, это когда же он позволял себе такие вещи? И Норкин, вместо того, чтобы стукнуть кулаком по столу, а у Норкина ипотека, вы же понимаете, почему Норкин стал внезапным? Его же жизненная ситуация совсем другая, тяжелая. Он же, так сказать, стал предателем не потому, что он предатель от души по воле сердца, у него ипотека, проблемы, семья. То есть это же тоже надо понимать. И вот Норкина, находясь в такой сложной жизненной ситуации, вместо того, чтобы стукнуть кулаком по столу, а Норкины драться умеют, мы видели, как он кулаками махал в студии, вместо этого он говорит, у нас, кажется, время кончилось, мы, пожалуй, закончим на этом. И ничего, понимаете? Это где же такое видно? Путин, у которого... Игорь Александрович, я вас должен поблагодарить, потому что вы оказались оптимистом еще большим, чем я. Я думал, что второго такого оптимиста не найдешь среди нашего брата, как говорится, оппозиционно настроенного. А вы прям предсказываете, что Путин не контролирует. Пол Белгорода уже освободили, братья-партизаны. Там все. Просто мы с вами, ну, как всегда, в нашем стане чуть-чуть разошлись в нюансах. Вы считаете, что заговора ФСБ нет, но Затулин для вас это признак того, что как бы Путин не контролирует ситуацию. Для меня это просто признак того, что заговор ФСБ есть. Субтитры сделал DimaTorzok